МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соответственно, Владимир Александрович возглавляет и курирует в региональном правительстве финансовый блок. Валерий Павлович, можно ли сказать, что именно это направление сегодня является не только самым важным, но и самым ответственным? Ну, знаете, трудно сказать, какое направление у нас является самым важным, потому что в прошлый раз... Да, Сватковский, социалка. ...социальная сфера, это жизнь людей, уровень качества жизни, удовлетворение всех потребностей, наверное, самое главное, важное. Но мы понимаем, чтобы это сделать, надо иметь в рыночной экономике финансовый ресурс. Вот финансовый ресурс складывается сначала в планировании, в достижении бюджетного эффекта, в аккумулировании средств, в умелом расходовании средств. Все это уже блок, который начинает эту работу. Это Министерство экономики, это Министерство финансов, это тарифная политика, это и определение возможностей наших областей муниципального, государственного заказа, правильное проведение всех этих процедур. Очень ответственная работа, и с нее начинается наш процесс. Хорошо, далее мы переходим на язык цифр, поскольку без него говорить о финансовом просто невозможно. Первая тема, первый показатель – это доходы регионального бюджета в динамике. Я прошу показать график, прошу показать таблицу. 2011 год – 124,995,000,000 рублей. 2012 год – 130,196,000,000 рублей. 2013 год – 139,318,000,000 рублей. 2014 год – 142,456,000,000 рублей. 2015 год – 153,809,000,000 рублей. 2016 год – 170,283,000,000,000 рублей. Ну, все достаточно наглядно. Понятно, что 14,15 и 16 – это плановые цифры, да, и тем не менее динамика она совершенно очевидна, и в этом году планкой будет являться 140-142,000,000,000 рублей. Владимир Александрович, из чего складываются цифры? Ну, цифры складываются из нескольких источников. В основном их три – это налоговые доходы, это неналоговые доходы и безвозмездные поступления из федерального бюджета. Основной, конечно, доход – это налоговые доходы дают, добавка из неналоговых, и финансовая помощь составляет очень небольшую сумму в пределах 3-4 миллиардов рублей. Правда, мы получаем еще средства из федерального бюджета на выполнение федеральных полномочий, но это как бы мы просто их выполняем за федеральные органы власти, и поэтому деньги передают нам, чтобы мы выполняли это. Ну, понятно, основное – это вот собственный сбор налогов, и за счет чего достигается такая сумма, и за счет чего идет рост. Да, здесь нужно еще и уточнить, что финансовая помощь, она не связана с нашей плохой работой и с тем, что у нас низкая бюджетная обеспеченность. Дело в том, что правительство принимает целый ряд решений, которые стимулируют развитие экономики, решают какие-то государственные задачи. У нас появляются выпадающие доходы, поэтому российский бюджет нам как бы компенсирует часть этих выпадающих доходов. Это касается регионов, которые являются донорами, потому что мы бы могли, допустим, в прошлом году, если бы не было таких решений, получить бы в районе 7-8 миллиардов рублей. Дополнительно. Но мы их не получили, в результате получили компенсацию где-то около миллиарда. Да, около миллиарда рублей. Но я еще, если можно, добавлю. Да, конечно. Вот мы говорим о том, что из года в год растут доходы. Это действительно так. Но много или мало, ведь все познается в сравнении. В сравнении, конечно. Я бы хотел привести цифры, которые буквально только что появились на сайте Министерства финансов Российской Федерации. То есть абсолютно объективных цифр нет. Там сказано, что, скажем, 13-й год Нижегородская область получила рост к предыдущему, к 12-му году, 109,6%. Много или мало. Если брать по всем субъектам в среднем, то там прибавка 3,2%. То есть темпы роста 3 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. Доходная часть. Более того, почти треть субъектов Федерации, год был непростой, мы все слышали там, рецензии, замедление темпов роста, получили доходов меньше, чем в 2012 году. Ну и вообще мы заняли 19-е место по темпам роста в Российской Федерации и третье место в ПФО. Но есть еще одна тонкость. Если посмотреть, ну что такое прибавку получить? Если бюджет маленький, ну цех открыл, было уборов и прибавка. А вот если взять те регионы, которые имеют бюджет, например, свыше 100 миллиардов, то здесь мы попадаем на второе место. Единственное, кто нас обходит, это Санкт-Петербург. Все остальные темпы роста имеют ниже, чем Нижегородская область. Но еще один нюанс я бы учил. То есть у нас в Москве и в Татарстане? Абсолютно. В 2013 году темпы наши выше. И еще бы я сказал, что нужно учесть и структура экономики. Ведь многие регионы за счет, ну и на федеральном уровне часто говорят, надо уходить с иглы от полезных... Понятно, у кого алмазы, у кого нефть, у кого газ, у нас, к сожалению, ни другого, ни третьего. Но при этом все говорят, надо наращивать от собственной переработки. Вот у нас основное дает обрабатывающая промышленность, обрабатывающие производства. И поэтому при такие темпы, я считаю, достаточно высокие. Да мы еще из этих доходов, 2,5 миллиарда, направили на стимулирование инвестиционной деятельности. То есть дали льготы, отказались, которые могли бы получить. Хотя, если бы мы этого не делали, наверное, у нас и не было бы... У нас иногда существует такое мнение, что, мол, если мы даем льготы, то тем самым мы уменьшаем свои доходы. И вот когда, например, мы даем льготы, 25% снижаем налог на прибыль. На самом деле все выглядит по-другому. Если у тебя на этой поляне только бурьян растет, то ты не получаешь ничего. А когда ты там построил завод, ты приобретаешь 75% налога на прибыль, а не лишаешься 25%. То же самое по налогу на имущество. И вот то, что мы сейчас пожинаем, мы закладывали еще в 2006-2007 году, это модернизация. Она дает рост производительства, рост прибыли, рост зарплаты. А налоги-то Владимир Александрович уже перечислил какие. И не только техническое переоружение, но и создание новых производительных сил. Вот мы сейчас будем вводить в этом году завод по производству поливинилхлорида. Он к обороту сразу дает 10%. К обороту области. Кинзавод. К триллиону рублей. Я хотел бы сказать, что действительно уже затронули тему, потому что значительная часть, доходная часть, извиняюсь за тавтологию, это поступление от нижегородских предприятий, от развития производства. У нас есть короткий сюжет с Нижегородского машиностроительного завода, который является не только добросовестным, но и очень перспективным налогоплательщиком, надо сказать. Давайте посмотрим. Это инструментальный цех закрытого секретного производства спецтехники противовоздушной обороны страны. Именно здесь производят зенитный ракетный комплекс С-300 и С-400. Работники цеха говорят, условия труда хорошие, несмотря на сложность работы. Очень много молодежи подходит, по крайней мере, в мое производство. Появляется новое оборудование, и сами условия труда улучшаются. Такие как тепло, климат, места для приема пищи. Такое, вроде, общенародное, но раньше такого действительно не было. С 2005 годом, у нас где-то, наверное, с 2008-2009 условия, конечно, улучшились сейчас, вот, последние два года. То есть, ну, как бы, в нашем подразделении и обложение происходит, то есть, и, в принципе, работа стала интереснее. Работа станет еще интереснее и сложнее, когда появится вот этот еще строящийся завод на территории машиностроительного, где будут производить ракетный комплекс С-500. Само оборонное устройство пока еще в разработке. На новом производстве будут заняты более тысячи работников, которые уже в штате машзавода. Плюс появится 3,5 тысячи новых рабочих мест. Все это показывает, насколько высокие темпы развития промышленности в регионе. Напомню, по итогам прошлого года мы стоим на первом месте по этому показателю в Приволжье. Ну, вот одна из точек роста. Вот хотелось бы, вы привели завод другое производство, которое действительно дает еще существенную прибавку. То есть, вот точки роста за счет инвестиции, за счет развития производства. Я правильно понимаю? Чуть подробнее, если можно, вот по тому, насколько нижегородская промышленность является составляющей частью, базовой части для налоговых поступлений. Ну, если говорить чисто о промышленности, то, конечно, более 85% общих поступлений налоговых это дают чисто промышленные предприятия и все остальное, это сфера торговли, сфера услуг, сельское хозяйство. Но это всегда так и должно быть на самом деле, потому что это наиболее рентабельное производство. Но я бы сказал, что увеличение доходов, чтобы его иметь, Валерий Павлович начал об этом говорить, что закладывали базу в шестом, в седьмом году, в восьмом должно носить системный характер. Вот без этого ничего не получится. Если вернуться в 2005 год, помню, когда Валерий Павлович пригласил в свою команду работать, бюджет области, 27 миллиардов, по-моему, был, и тот не исполнялся. И давайте смотреть на 14. Сегодня мы только на указы президента в 2014 году 25 миллиардов должны потратить. То есть примерно те же деньги. 27 миллиардов, а сейчас 140, это пятикратное увеличение. Абсолютно верно. И вот посмотрите на примере машиностроительного завода. Нужно уметь терпеть здесь. Вот машиностроительный завод нам пока еще налог на прибыль не платит. Он длительное время... А я сказал, он перспективный налогоплательщик. Длительное время находился в убытках. И мы это терпим. Почему? Потому что они вкладывают в средства большие в создание новых производительных сил. Там колоссальные затраты. И говорить сейчас о прибыли... Течески новый завод в разы выше. Завод в два раза больше по мощности, чем тот, который имеется. И говорить сегодня о прибыли, ну, это бессмысленно. Но мы видим эту перспективу. Мы ее уже поставили в 2015-м, 2016-м, 2017-м году. И таким образом у нас уже одобрено больше 10 тысяч проектов на сумму около 2 триллионов рублей. Вообще, я бы добавил, если можно... Это вот мы взяли одно, да? Инвестиционная деятельность. Она важна, она нужна. И она приносит свои плоды с определенным временем. Но не только в этом, а я говорю о системности еще и во всех направлениях. Давайте возьмем программу поддержки предпринимательства. Мы из бюджета по 400-600 миллионов в год вкладываем на поддержку малого предпринимательства. То есть вроде опять получается, да? Деньги теряются, деньги уходят из бюджета. А с другой стороны, сегодня более 30% работающих заняты в этой сфере. И они начали отдавать. И сегодня мы уже видим, что они приносят в разы больше дохода в бюджет. Или системная работа по теневым доходам. Когда, начиная, у нас все предприятия разделены на группы. Самые крупные, где губернатор занимается периодически. Есть группы, где заместители. Есть предприятия, ну, по объему, где министры занимаются. И так до глав местного самоуправления. И вот эта работа, когда мы проводим по легализации зарплаты, опять приносит свои плоды. И так можно говорить о многих направлениях. Только заниматься этим надо действительно системно. И самое главное, что меняется психология. Вот я вспоминаю в 2005-2006 год, когда мы встречались с руководителями. Но сплошные были просьбы. Дайте ей эту льготу, дайте ей эту льготу. Снести этот налог, уменьшите этот налог. И мы тогда говорили, да мы можем все вам уменьшить. Но смысл какой? Вот нас с Владимиром Александровичем, меня президент, я его, пригласили работать. Зачем? Чтобы мы увеличили бюджетную обеспеченность региона. Ну вот представьте, что мы все льготы раздали. Все раздали. И эта бюджетная обеспеченность еще уменьшилась. От чем отчитываться-то? Вот у нас точно такой же бизнес, как в любой организации. Но только не для конкретной группы людей, а для всей области. Поэтому мы им сразу сказали, уважаемые, мы вам дадим все льготы. Но только вы нам скажите, вот если вам сегодня льготу дали на один рубль. Вы нам завтра что? Вот завтра, послезавтра или когда вы нам на этот рубль что дадите, что у вас получится, что вы приобретете новое оборудование, наладите систему подготовки кадров, увеличите производительность труда настолько-то и налогов. Допустим, если придет хотя бы на рубль полтора рубля, мы будем понимать, что это да. А если два, это дорогой разговор. А если четыре, а у нас есть проекты, где у нас на рубль, вот таких льгот мы по восемь рублей получаем налогов. Вот это вот нам понятно. И мы всем говорим, бизнес-план на стол. Вот с чего сегодня по-другому, сегодня идет работа. Хорошо. Теперь, что касается проблем с пополнением бюджета, наверное, тоже существует. Вот, Владимир Александрович, каковы основные, на ваш взгляд? Ну и отдельно хотелось бы получить комментарий по ситуации с консолидированными группами налогоплательщиков, ситуации, которые в последнее время, к сожалению, в пользу нашего бюджета складываются. Действительно, такие проблемы, они существуют, они приняты на федеральном уровне с целью стимулирования или предоставления возможностей для наших хозяйствующих субъектов по увеличению объемов производства и модернизации. К сожалению, вот в отличие от Нижегородской области, когда мы предоставляем какие-то преференции, Валерий Павлович сказал, бизнес-план на стол. А еще есть соглашение, в котором мы говорим, что если ты получаешь льготу, прописываем, на что будут направлены, когда будет завершено. А как это вернется все? И каждый квартал мы смотрим, они отчитываются, то есть мониторим эту ситуацию. Если есть трудности, мы вносим изменения. Вот там дано, и никто не отслеживает, проели эти деньги или нет. Но решение принято. Кто-то их направляет на развитие, а кто-то, может быть, на дивиденды пускает. Поэтому сегодня мы от трех основных решений, конечно, достаточно много теряем. Вот было сказано 7-8 миллиардов рублей могли бы иметь дополнительных доходов. Это и от консолидированной группы налогоплательщиков, это освобождение от налога движимого имущества, это фактически все оборудование, вот вновь вводимые оборудования, станки, там, встаны и так далее. И ускоренная амортизация. Вообще-то многое принималось с учетом прошедшего кризиса, он закончился, а все это осталось. Сегодня, ну, я надеюсь, что те поручения, которые даны руководством страны, провести анализ на эффективность предоставления, дадут, может быть, потом толчок, чтобы не отменить, а внести изменения как минимум, для того, чтобы видеть, что они целевым образом правильно приносят нам отдачу. Поэтому, вот, хотя, опять же, трудности они у всех, и мы с вами говорили, тем не менее бюджет исполнен с ростом. Ну, вот здесь ситуация-то в чем заключается? Конечно, когда идут какие-то преобразования, и какая-то новая вводится методика распределения поступающих налогов, преследуют благие цели. Ну, в частности, есть вертикально интегрированные компании. Одно предприятие прибыльное, другое неприбыльное. В этом процессе кто-то несет потери оправданные, объективные, а кто-то несет неоправданные, не объективные потери. Но надо же разобраться в этом вопросе. А нам сейчас говорят, давайте будем распределять налог на прибыль в соответствии с численностью работающих на предприятии и в соответствии с фондом оплаты труда. Потому что, ну, вот это, наверное, справедливо будет. Мы начинаем думать, а где же справедливость? Вот если мы взяли, например, на нашем Кстовском нефтеперерабатывающем заводе, модернизировали производство, практически за это время снесли старый завод и построили там новые комплексы совершенно с другой технологией. Там стало меньше работать людей, но они стали больше давать продукции и выше производительность труда. И в результате это предприятие стало высокоприбыльным. А рядом с нами находится какой-то другой регион, другой завод, где такой же уровень низкой производительности труда, многое ручьи нового труда. Большое количество людей работает, но они имеют низкую производительность труда и маленькую зарплату. Но суммарно у них фонд оплаты труда большой. И получается, что мы, заработав эти деньги... Кто лучше работает, тот меньше получает. Делимся с ними. Ну какое же стимулирование-то? А мы льготы дали на несколько миллиардов. Мы ведь вопросы многие решили по этому предприятию из бюджета. Мы решили, что мы заработаем. Вот как я говорю, мы вложили, значит заработали. И вдруг нашу прибыль и наш налог на прибыль отдают тем, кто палец о палец не ударил. Встает вопрос, а зачем? Где же эта логика? Ну действительно, остается надеяться, что анализ эффективности покажет, что решение было, мягко говоря, не совсем правильно. Но мы свои аргументы все высказали, и это очень заинтересовало, в том числе и Министерство экономического развития, и Министерство финансов. Хочу поговорить еще о одном способе пополнения регионального бюджета, конкретно Дорожного фонда. Ну тема, она традиционно горячая, спорная. В качестве посыла предлагаю видео вопрос. Будьте добры. Нет, речь идет о том, что традиционно очень многие в Нижнем Новгороде автомобилисты ссылаются на высокие для нашего региона, да, Владимир Александрович? Я могу даже не заканчивать вопрос, он понял, о чем идет речь. Высокие у нас, высокие, якобы самые высокие ставки транспортного налога. Как вы можете прокомментировать? И нельзя ли их как-то это самое немножечко уполовинить? Вот давайте так. Кроме того, что у нас установлены ставки по налогам, у нас целая система мер поддержки людей с ограниченными доходами. Все ветераны, все пенсионеры, я уж не говорю про инвалидов и так далее, уплачивают 50% этого налога. Второе. Давайте посмотрим. Маш автомобиль, 100 лошадиных сил. Ну, налог там где-то 2250 рублей в год. Вот если учесть там 30 литров за литр бензина, два раза по 40 литров заправиться, вот вам и весь налог. И это никого не смущает? И это никого не смущает. Теперь, собираем мы 3 миллиарда 100 миллионов в 2013 год. План по транспортному налогу выполнен, хотя многие говорят о недоимке, это просто переходящая недоимка. Отратим мы около 10 миллиардов. А потребность на дороги, на содержание, на ремонт, на средства. А потребность по имеющимся мощностям 20-25 миллиардов. И то за год там не привезти, за несколько лет, если будет. Но давайте снизим. Мы сегодня на качество дорог жалуемся, уменьшим на них направление средств, и что мы получим? Мы больше разобьем машины и больше потратимся на их ремонт. Поэтому, мне кажется, здесь просто завели эту тему. И все думают, что это на самом деле. Хотя сегодня больше, чем в половине субъектов Российской Федерации налог такой же, как и у нас. К этому все пришли. Мало того, Министерство транспорта Российской Федерации сегодня участвует в софинансировании проектов по субъектам, при условии, что ставка налога вот именно такая. Хотите давать льготы, давайте, но тогда и не просите у нас денег. Чтобы объяснить правильно, значит, федеральным законом установлена вилка. Минимум, максимум. Вот в пределах этой вилки субъект должен сам определить, какой налог транспортный будет. Все это вроде бы выглядит нормально. И, конечно, вот те субъекты, которые устанавливают минимальный или близкий к минимальному, или средний, они вроде бы выглядят по отношению к своим людям более цивилизованными. На самом деле это все не так. По одной простой причине, что мы говорим, у нас 27 тысяч километров дорог. Лет 30 с ними никто серьезно не занимался. Плюс к тому, никто же не ожидал, что такое будет количество транспорта, причем большегрузного, 12, уже сейчас 18 тонн, что их буквально на глазах дороги будут разбивать, и мы вынуждены их приводить в порядок, новые технологии применять. Плюс к этому, куда бы ты шел, как представитель региона, прежде чем ты спросишь деньги по каким-то программам федеральным, инвестиционным, дайте мне на дороге, они говорят, а ты свои резервы все полностью выкачал. Каким образом? В каком состоянии у тебя налог? И мы говорим, да, мы установили налог в пределах федеральной вилки, но он у нас по максимальной. И мы уже все свои резервы выбрали. Имеем моральное право. Мы спокойно получаем вот сейчас 2,5 миллиарда рублей на южный обход. Плюс договорились о том, что в четвертой очереди 30 миллиардов рублей будет полностью федеральное финансирование, потому что люди понимают, что мы свои возможности полностью исчерпали. 500 миллионов на сельские дороги, с финансированием не получаем. У нас ведь 3000 километров дорог еще до сих пор сельских грунтовые. 1294 поселка не связаны с дорогами, с твердым покрытием, с основными дорогами. Их не было никогда. Это не вот тебе сейчас образовало. Да, разрушились. Это там 400, 500, 300 лет. Не было этих дорог. И нам надо это все делать. Спрашивается, если мы не будем финансовый ресурс здесь формировать, а как же мы это все будем делать? Можно, конечно, друг друга потом ругать, критиковать, но лучше каждому платить вовремя этот налог, который установлен федеральными, региональными законами. И мы тогда будем понимать, что я считаю, что нам сейчас при грамотной работе дорожного фонда три, максимум четыре года, и мы существенно поправим ситуацию. Есть еще одна связка дороги-деньги. Еще одной заметной статьей доходов регионального бюджета становятся штрафы за нарушение правил дорожного движения. Это связано с тем, что начал работать аппаратно-правильный комплекс «Безопасный город», правда, не в полном объеме. Но сейчас небольшая видеосправка на этот счет. В соответствии с решением правительства Нижегородской области с 2013 года на территории региона реализуется проект по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Одно из его направлений – автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения. В настоящее время на магистральных улицах Нижнего Новгорода и наиболее опасных участках автодорог области работают уже 67 комплексов автоматической фиксации. 26 из них были введены в эксплуатацию в сентябре прошлого года, еще 41 – в феврале нынешнего. Созданная система позволяет выявлять превышение скорости транспортного средства и нарушение правил проезда перекрестка, а в перспективе – непристегнутые ремни безопасности и разговор по мобильному телефону во время движения. На первом этапе за три месяца работы 28 комплексов вынесено более 260 тысяч постановлений на общую сумму около 150 миллионов рублей. В областной бюджет поступило около 100 миллионов. Планируется, что в 2014 году от результатов работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД в областной бюджет поступит средства в объеме около 650 миллионов рублей. – Валерий Павлович, мы услышали, что только за три месяца работы комплекса и часть его штрафов выписали почти на 150 миллионов рублей, и все эти деньги в конечном счете должны поступить в областной бюджет. Вас такая статистика радует? – Нет, абсолютно не радует. Я бы лучше отказался от всех этих штрафов, лишь бы нарушений не было. Основная цель этого комплекса – это не штрафы, это какая-то иллюзия создалась, потому что все эти деньги, которые приходят, они все тратятся на расширение возможностей этого комплекса. Устанавливаются новые стационарные камеры, приобретаются новые передвижные пункты. Для чего? Для того, чтобы дисциплинировать движение на дороге. У нас страшные цифры. У нас 726 человек погибло за прошлый год и 7,5 тысяч раненых. И сейчас только применение еще первой очереди вот этого комплекса «Безопасный город». Ну, например, на проспекте Гагарина снизилось количество нарушений правил дорожного движения и количество аварий на 40%. Вы понимаете, что это такое? Это после того, как дорожная разметка сделана, ага, здесь стоит камера. После того, когда средства массовой информации поработали, человек сразу по-другому начинает себя вести, потому что письма эти счастья, они не дешевые, это действительно так. И сейчас, если не понимаешь объяснение, не понимаешь головой, тогда через карман тебе говорят, все, хватит, заканчивать надо это дело. Нужно соблюдать правила дорожного движения. И мы с радостью воспримем тот момент, когда комплекс нам скажет, слушайте, мы работаем только на обеспечение охраны общественного порядка, фиксируем там возможные какие-то ситуации, которые надо расследовать, где-то какой-то произошел грабеж, где-то произошел какой-то конфликт. Чтобы разобрать это, вот мы вам предоставляем информацию вчера, позавчера, что произошло. И это тоже снижает преступность в общественных местах, в местах массового пребывания людей, в торговых центрах и так далее. Мы лучше вот туда эти камеры. Хорошо, позиция понятна. Давайте уже вопрос, как деньги собираются, перейдем к разговору о том, как они тратятся. Я прошу показать еще одну таблицу. Рост доходов на душу населения в Нижегородской области. Так, ну вот, к сожалению, у нас тоже проблемы. Давайте пока поговорим о том, что, собственно говоря, скрывается за этой чудесной фразой рост доходов населения. Вот я имею в виду не рост доходов населения, а доходы на душу населения. Ну, это естественно. Если мы наращиваем доходы бюджета, то численность населения у нас даже чуть-чуть уменьшается. Поэтому обеспеченность бюджетная, то есть это доходы на душу населения, она растет. Вот что предполагается, что скрывается за фразой доходы на душу населения? Доходы это в абсолютных цифрах доход... Доходы на душу населения, это общие доходы, деленные на количество населения. Вот и все. То есть, вот если у нас было 27 миллиардов на 3,3 миллиона, ну, вы представляете, какая это цифра была, да? Меньше 10 тысяч на человека в год. То есть у нас сегодня 140 миллиардов на те же самые 3,3, потому что численность у нас не увеличилась. Это уже совершенно другая цифра. Пять раз выше. Ну, это тот рост, который дает и рост заработной платы на промышленных предприятиях, но в первую очередь, наверное... Нет, он не дает ничего. Это в расчете дохода бюджета, в расчете на душу населения. На одного жителя. То есть это говорит о наших возможностях реализации социальных программ, которые у нас есть. У нас сейчас 86 социальных выплат, а в 2005 году их было всего 30 с небольшим. Ну, я, собственно, к этому и веду. То есть это те расходы на образование, на здравоохранение, на социальную политику. И если там рассматривать затраты на социальную политику, на одного проживающего, то это 8,9 тысячи на человека. Мы занимаем первое место. Следующая за нами Самара, она отстает на одну тысячу. На одну тысячу отстает, у них 7,9 тысячи. Поэтому у нас социально направленный бюджет. Мы зарабатываем не просто так, для того, чтобы это куда-то потратить, а потратить именно на социальные нужды. А вот если говорить о доходах непосредственно людей, то это другая несколько статистика. У нас среднедушевые доходы сейчас в районе 24,5 тысяч рублей на человека в год. То есть это его доходы, зарплата и какие-то другие доходы. Вот если посмотреть две цифры. Первое. Во-первых, два года мы уже имеем рост реальных доходов. Раньше мы имели, если рост не просто, то он был ниже инфляции. И практически инфляция съедала весь природ. Сейчас вот два года мы имеем от 4 до 6% ежегодный рост реальных доходов. За минусом инфляции. Или сверхинфляции. И второе. Вот если мы в 2005 году отставали от среднедушевых доходов по России в целом на 25%, то сейчас мы отстаем по 2013 году на 6%. То есть практически нагнали. Ну, они тоже... Тоже росли одновременно. И мы росли. Но наш темп был выше. Я думаю, что вот по нашим прогнозам, как раз вот трехлетка нам нужна, чтобы мы вошли в нуль. А дальше уже надо ставить вопросы до 2020 года, наращивать с тем, что будет выше уже по многим вещам. И самое главное, смотреть за коэффициентом. Он тоже растет. Соотношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму. Сейчас он у нас 3,2. Это значит, что каждый, кто приходит на работу, может себя прокормить по прожиточному минимуму. И плюс еще двоих с лишним. Это уже, ну, возможности для создания семьи. Верно, не в шикарных условиях, потому что прожиточный минимум, потребительская корзина, это, ну, будем так говорить, минимальный набор потребностей человека. Но вот в Москве, например, эта цифра сейчас 7. Вот куда нам надо стремиться. Я, если можно, два слова буквально добавлю. Вот, Валерий Павлович, такие задачи ставит, но ведь надо учесть, что это с тем, что, когда средние по России, это и Москва, где... И Санкт-Петербург. И Санкт-Петербург. Это, извините меня, и все северные, где надбавки, начиная от Свердловска, где федеральные надбавки, как всем зарплатам, ханты-мансийские и прочее. А там еще бюджет федеральный эти надбавки делает. А мы за счет собственных доходов. Поэтому то, что мы приближаемся к среднероссийскому, я вам скажу, далеко-далеко, не все регионы, очень большое количество, еще и пока об этом и не мечтают. Ну, отдельная тема, как обычно... Задача непростая, трудная. Но дорогу оселит идущий, как говорят. Ну, отдельная тема, как всегда, это работники бюджетной сферы. Я хочу сказать, что у нас очень немного времени в эфире. Я надеюсь, у нас есть видео-вопрос. Добрый день. Меня зовут Калашникова Наталья. Я являюсь сотрудником музея. Уважаемый Валерий Павлинович, у меня к вам вопрос. В том году сотрудником музея в учреждении культуры была значительно повышена заработная плата. Но, тем не менее, на сегодняшний день она является пониже средней по области. Будут ли в дальнейшем повышения? Спасибо. Ну что, Вадим Александрович ответил, Валерий Павлинович? Мы здесь оба в теме. У нас по каждой отрасли составлена дорожная карта. И, безусловно, и в культуре то же самое. Будет доведен уровень заработной платы до среднего по экономике. Поэтому в этом году, с 1 января, мы еще на 40% повысили эту зарплату в культуре. И, таким образом, к 1 января 2018 года будем решать вопрос, чтобы зарплата была такая же, как у всех. Я только добавлю. Вот спросили, будет ли в этом году. Уже, я знаю, Валерий Павлинович подписал соответствующее распоряжение о повышении с 1 января. И, я думаю, в марте сделают перерасчет, и люди получат уже начиная с 1 января. И в том числе и данный работник получат и за январь, и за февраль, потому что повышение запланировано. Деньги запланированы, что они с 1 января будут. Поэтому повышение будет продолжаться. У нас буквально две минуты, но я все-таки не могу не задать вопрос. Сегодня 6 марта. Мы находимся накануне, в преддверии весенних полевых работ. Вот эта связь господдержка, сельхозпроизводитель, село и бюджет. Владимир Александрович, в этом году как с этим будет? Значит, у нас никаких снижений, а только рост поддержки агропромышленного комплекса. Хочу, многие говорят, что с вступлением в ВТО отменяются ряд поддержек. Да, были там целевые поддержки. Удешевление топлива, минеральные удобрения. Сегодня это назвали несвязанной поддержкой. И в целом софинансирование из областного и из федерального бюджета более 600 миллионов рублей направляется в течение года на эту несвязанную поддержку. Это больше, чем были те целевые средства примерно на 200 миллионов рублей. Я не говорю, в целом на поддержку АПК 6,3 миллиарда пока запланировано. Но в течение года эта сумма тоже будет увеличиваться. Потому что мы сейчас участвовать будем в программах. Заявились и получать средства. Ну и к тому же еще создан был в области фонд поддержки агропромышленного комплекса. Это тоже бюджетные средства. В прошлом году его объем мы наполнили до 2,2 миллиарда. В этом году еще 700 миллионов. 2,9 миллиарда. И оттуда идет финансирование. Не финансирование, а заемные средства. Под очень дешевый процент. Всего там 2,5 процента селянам дается. Потом возвращают, следующим дают. Поэтому только наращивание объема сельского хозяйства. Я могу сказать, что по оценкам тех, кто работает у нас в сельском хозяйстве, они общаются с соседними регионами. Такой системы поддержки, как у нас в области, по сельскому хозяйству нет нигде. Хорошо. Я думаю, действительно, по весне не раз мы еще вернемся к теме сельского хозяйства. Сегодня наше время в эфире подошло к концу. Спасибо вам большое за участие. Через неделю встретимся. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова